Всем огромнейший привет! Сегодня у меня очень радостное видео. Ко мне уже начали приходить новогодние подарки. И сегодня это первый новогодний подарок. Возможно, это видео выйдет и попозже, поближе к Новому году. Но я думаю, что это будет видно по ходу, как дело пойдет. Жизнь покажет. Вот, вчера я получила посылочку от замечательной рукодельницы, которая является моей вдохновительницей. Хотя она пишет, что я являюсь ее вдохновительницей. Но для меня это она. Тот человек, который вдохновляет меня на новые какие-то подвиги рукодельные. Так как она очень умело пристраивает вышивки, мне это безумно нравится. И я тоже всегда ищу какие-то способы, как можно вышивку пристроить в рукодельные, в прикладные штучки. И вот сегодня я получила от нее подарок. Во-первых, это бесценные шарики. Почему бесценные? Потому что таких днем с огнем в Москве не сыщешь. В Леонардо я заходила несколько раз. Где-то месяц, может быть, назад или чуть поменьше в Леонардо были шары, но они были все либо очень-очень крупные, либо совсем маленькие. Совсем недавно, будучи в Леонардо, я увидела, ну, может быть, недельку назад, я увидела, что там шаров вообще никаких нет. То есть уже смели все. И если месяц назад там были еще елочки пенопластовые, еще какие-то фигурки, колокольчики, то сейчас, ну, просто вообще полный голяк. Найти ничего невозможно. Поэтому это прекрасный подарок. Я счастлива безумно, что теперь я могу попробовать шары в технике Артишок. Спасибо, Оль, большое. В принципе, я знала об этих шариках, поскольку она написала, что ей такое количество не нужно, и она может поделиться. И я с нетерпением ждала, когда они ко мне придут. Поэтому они пришли заранее, чтобы я могла украсить их, успеть украсить их и сделать их елочными игрушками. Следующий... Следующий лот. Далее я увидела такие замечательные тканюшки, которые очень и очень в тему. Я понимаю, что ткани это то, чего не бывает много. Это расхожая фраза, которой пользуются все-все вышивальщицы-рукодельницы. Но на самом деле в хомячьем уголке мало есть такого, чего может быть в избытке. Но вот ткани в избытке быть не может. Потому что подбор тканей, те, кто подбирает их, знают, что этот процесс практически бесконечный. И приносящий в то же время такое же бесконечное удовольствие. Такие замечательные... ну или комплект, можно сказать. Потому что, мне кажется, он достаточно подходящий друг другу. Тканей. Светленькая ткань. Даже не знаю, что это. Звездочки, снежинки. Ну вот с таким узором. Кстати, очень и очень полезная расцветка. Потому что порой не найдешь вот такой ткани, не бросающейся в глаза. Но при этом очень хорошо сочетающейся со многими другими. Просто замечательная. Еще отрезочек вот такой ткани. Темно-коричневых оттенков с золотой краской. Возможно, поближе это будет видно. И вот такие стилизованные листы, похожие на рябину. Тоже ткань на... рисунок на темной коричневой основе. Такого горького шоколада. По-моему, замечательный. Я думаю, что обязательно мне пригодится. Если не в елочных игрушках, то в моих рукодельных обложках. А может быть еще что-нибудь придет на ум. Показываю не по порядку, конечно, все, что есть. Но вот этот кусочек льняной ткани. Здесь немножечко хлопка. Но в основном это льняная ткань. Ну и, естественно, на тему Парижа. Она должна очень хорошо сочетаться с сюжетами, возможно, парижских вышивальщиц. А если нет, то, мне кажется, из нее тоже получится либо замечательная косметичка, либо сумочка с фермуаром, а, возможно, обложка. А может быть даже еще что-то. Мы будем себя ограничивать. Традиционные магнитики в посылках. Оль, спасибо тебе огромное за чудесные магнитики. Специально вот для тех, кто читает книги. С видами Санкт-Петербурга. Я долго рассматривала, мне очень все нравится. Они тоже пойдут в дело. Далее я не могла без улыбки взглянуть на вот этот наборчик. Олечка знает, что я обожаю всякие няшные наборы, небольшие. Ну, потому что они очень хорошо как раз вписываются во все эти прикладные штучки. И чудесную иглу я тоже вполне уважаю. Мне очень нравится канва на чудесной игле. Почему-то у меня хорошо шьется именно на этой канве. Крестики ложатся. Неплохо они такими пухленькими становятся. Ну, нравится мне. Что объяснять. И вы посмотрите, какая классная обезьянка. Мне кажется, вот такую адекватную обезьяну, символ наступающего Нового года, очень трудно найти. Какие-то они вот в основной своей массе, ну, не побоюсь даже сказать, уродливые, что ли. А вот такая мультяшная обезьяна, это вот самое то. И вы посмотрите, какая надпись. От нашего стола. Я так долго улыбалась и смеялась, глядя на нее. Просто замечательно. Ну и вполне традиционная упаковка чудесной иглы. Соответствующие ниточки гамма. Иголочка и канва, которую я люблю. Солнце отсвечивает. Следующая по очереди, но, естественно, не по значимости. По значимости, это, наверное, одна из самых основных вещей, которая вложена в посылку. Это открытка. Вы посмотрите, какой снежный вид. Настоящая зима. Мне кажется, я в последнее время уже забыла, что такое вот такая зима, когда снега столько, что он лежит на ветках, пушистым покрывалом. Когда идешь, он хрустит у тебя под ногами. Веркает морозное солнце. Замечательно. Оль, спасибо за теплые слова, которые написала ты здесь, на этой открыточке. Наши чувства взаимны. Единственное, что могу сказать. И вот она показывала вот эту игрушку, как она делала. Мне было очень интересно смотреть Оли на видео, как она делала эту игрушку. Так как она уже была у меня в руках, и я практически не выпускала ее из рук, когда смотрела ее видео. Замечательная игрушка. Я просто в восторге. Я представляю, насколько это сложно, поскольку я стала делать тоже такие пинкипы. Это у меня первый опыт пинкипов. И я понимаю, что это очень и очень сложно. И когда я посмотрела Оли на видео, я не только подчеркнула какие-то нюансы работы с пинкипами, но еще и вот получила в подарок такую изящную вещицу, неповторимую, сделанную ее ручками. Спасибо тебе огромное. Я очень-очень рада. Я безумно рада. Олечка, я миллион раз могу тебе говорить спасибо и благодарить тебя за твои подарки к Новому году. Я была безумно счастлива получить эту посылочку. Каждая вещица ценна для меня. Каждая вещица найдет свое применение. Я даже не знаю, что и добавить к тому, что уже сказано. Я тебя обнимаю и целую. И желаю тебе только счастья и дальнейших творческих успехов. А всем, кто посмотрел это видео, разделил со мной мою радость, я желаю прекрасного вышивального и рукодельного настроения. И до новых встреч. Пока.